В праздник Крещения Господня епископ Салихардский Новоуренгойский Николай возглавил Божественную Литургию в городском храме преподобного Серафима Саровского. В крещенскую ночь в Новом Уренгое температура опустилась ниже минус 40, поэтому архипастры и священники не уставали напоминать быть благоразумными. Крестный ход к реке Седеяха, где после чтения Евангелия святых молитв ежегодно освящают воду, состоялся сразу по окончании службы. И несмотря ни на что, около двух тысяч новоуренгойцев погрузились в прорубь. Среди них была и наша коллега Надежда Печоркина. Ей слово. Ранним морозным утром храм заполнен людьми, для которых крещение Господне не просто многолетняя зимняя традиция, а нечто большее. В освящении воды совершается великое чудо, заметное даже для маловерных. Но главная перемена должна произойти в человеческой душе, а без этого праздник пройдет мимо, оставит воспоминания, ничего не изменив. Если мы не будем меняться, если мы не будем двигаться по Христу, мы хоть 40-50 литров воды запасем на год, это нас не спасет, если мы сами не будем стараться меняться. Самая заметная особенность церковного богослужения этого дня – великое водоосвящение. Его совершают в память о принятии Иисусом Христом водного крещения от руки Иоанна Претечи. Возглавляет служба епископ Салихарский и Новорингойский Николай. Крестный ход к водному источнику для новорингойцев, это река Садаяха, отправляется сразу после литургии. На реке каждый год готовят площадку, вырезают крестообразную иордань и проруби для погружения. Здесь после чтения Евангелия и святых молитв освящают воду. Владыка еще раз поздравляет с праздником и предлагает быть благоразумными. Похолоднее, чем обычно, поэтому очень осторожно все. Особенно обращаюсь к тем, кто собрался в прорубь, то есть надо сначала подумать страшно, что, как отец Олег уже сказал, это не обязательно, это традиция просто есть. Конечно, на юге, в Палестине сейчас очень даже неплохо. С Палестиной у нас и правда разница большая, но молитвенное участие в Великом водоосвящении придает силы тем, кто мог засомневаться. Да, поток погружающихся не выглядит так непрерывно, как в прошлом году, но и не прекращается. Это участие в освящении материи Господом нашим Иисусом Христом, что я участвую в этом, я этому радуюсь. Мороз между тем самый настоящий крещенский, ниже 40 градусов, зато в проруби плюс 4, говорят те, кто выходит из воды обновленным, сочувствующим холоднее. Те, кому прорубь не показана по здоровью, грустят на берегу. Очень хочется, это ощущение непередаваемое, это Божья благодать. Лютый мороз меньше влияет на людей, чем на технику. Наша камера замерзла и отключилась на самом пике работы. Выручают коллеги. В прорубь идут под прицелом Ямал-региона. Без ошибок не обошлось, но тут уже как получилось. Поэтому прийти и погрузиться в ледяную купель решились не все, но мы все-таки постараемся ощутить те же самые, пережить те же самые ощущения, которые испытывают все, кто сегодня с молитвой и верой погружается в крещенскую прорубь. Мороз быстро стягивает водную поверхность ледяной пленкой, но это уже не преграда. Главное помнить слова Евангелия. Ничего не бойся, только верой. Иордания закрывается до глубокой ночи. Возвращается с работы город. Газодобытчики, несущие трудовую вахту в праздники и выходные. И оказывается, мороз никак не повлиял на количество тех, кто ощутил на себе живительную силу крещенской воды. Надежда Печоркина, Феликс Россихин, телевидение «Импульс». Специально для телеканала «Союз».